Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Златооста о Закхее Мытари, том 10, часть 2. Те, которые любят прекрасное, ничем не отличаются от жаждущих возлюбленные. Поскольку они не обретают искомого, постольку возгораются жаждой к желаемому, и ночью, как жаждущие, они представляют себе желанные источники. Днем, переходя с места на место, часто оглядываясь кругом себя, они ищут желанного для своего сердца. И как путники проходят безводную землю в час зноя, кругом себя смотрят, нет ли источников, угнетаясь жаждой, часто поднимаются на возвышенности, ища, где источник, и как только увидят его издали, радуются и поспешно усиливают свой путь к нему. Потому же, придя к источнику, утоляют жажду. Так бывает и с христолюбивыми мужами. Днем они отыскивают желаемого им Христа добрыми делами, ночью беседуют с ним в молитвах, и во сне представляют себе, что шествуют с ним. И если в видениях они усмотрят его издали, то радуются и веселятся, как жаждущие, когда найдут желанные источники. Пробудившись, снова желают заснуть, чтобы во сне обрести то же самое зрелище. Таковым был и Закхей, о котором сейчас только прочитали вам из Евангелиста. Смотри, он и спешит, и пылает божественным желанием, и на дерево восходит, и Иисуса смотрит, чтобы увидеть живоносный источник. Увидев Господа, Закхей утолил свое зрение, но еще больше возжег в своем сердце желание. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, так как там он имел проходить. Лука 19, 1-3 Смотри желание человека, возлюбленный, но не мог видеть за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Закхей мал и по телесному росту, но великий разумением духа, старался увидеть Иисуса, желал увидеть Бога, дарующего людям небесное. Старался увидеть создателя ангелов и устроителя небесного и надземного света, ходящим по-человечески. Старался увидеть, как солнце правды, будучи в телесном облаке, просвечает очи сердца верующих. Старался увидеть Бога Иисуса, прекрасный образ, желанный предмет, сладкое имя Иисуса, обозначающего своим именем всякий предмет. Старался увидеть багрянорумного овна, кровь которого искупила вселенную, и руно покрыло ноги от Адама до кончины. Он, плененный воин, желал увидеть своего царя, овца пастыря, заблудившийся свой путь, омраченный свет. Он, не имеющий сладчайшего средства к богопознанию, желал увидеть проповедника благочестия. Он, бессильный, старался увидеть здоровье, голодный небесный хлеб, жаждущий живоносный источник. Он желал увидать жизнодателя Иереев, воскресителя Лазарева. О, божественная любовь! О, благое желание! О, любовь златокрыла! Или лучше, любовь Христа, который возводит на небо душу, имеющая в себе его. Божественная любовь, подъяв его от земли, заставила его взойти на дерево. Она уже не позволяет ему ни глядеть на земное, ни сноситься с людьми, но, поглядев на любовь, он ожидал небесного. К тому он спешил, кому побуждался, и, взойдя на дерево, смотрел на Христа и мысленно восходил на облако. Увидев Христа, Захей приблизительно говорил, «К тебе, возвожу очи мои, живущие на небесах!» Псалом 122.1. Захей увидел Господа и воспламенялся любовью еще больше. Она коснулась его сердца, и он сделался другим. Вместо мытаря – ревнителем, вместо неверного – верным, и вместо волка – овцой запечатленной. Чтобы можно было испытать это дело, спросим, кто так любит отца или матерь? Кто так полюбил когда-нибудь жену или детей, как Захей Господа? Для Христа все свое имущество он отдал бедным. И кого оклеветал, возвратил вчетверо. О, благой образ ученика! О, кротость учителя и сила божественная! Одним созерцанием Иисуса, приводящая к делу! Не говорил еще Господь Захею огласительного слова, но Ему желающему дал только увидеть себя. И сила веры извлеклась из желающего сердца. Нечто похожее было и у кровоточивой, подойдя к Господу и прося Его, чтобы исцелил Он ее. Она не ожидала прикосновения руки, но сама, подойдя, тихонько коснулась края его одежды. И сила исцеления извлекалась прикоснувшейся, как губкой. И Захей неведением совершал под влиянием божественной ревности и, пламенея духовной любовью, поспешно восходил на смоковницу. Но Господь, усмотрев нечто таинственное, говорил «Сойди! Я знаю твою душу, знаю твою благочестивую любовь! Сойди! Вспомни, что укрылся под смоковницей обнаженный Адам, и ты, желая спасения своего, не спеши на смоковницу. Мне нужно эту смоковницу иссушить и насадить иную, крест. Он полезное дерево. На него спеши душой. Отсюда с готовностью стремись на небо. А на этом дереве змей в листьях вьется. На этом он скрывается, на этом он гнездится. Поспеши сойти, прежде чем он станет шептать душе твоей, как было с Евой, которая убедила вкусить сладкого удовольствия. Поспеши сойти, пока я стою. Сойди! Когда я смотрю на него, он обуздывается. Поспеши сойти. Не желаю оставить тебя на смоковнице, не желаю твоей погибели. Ты моя овца. Ко мне ты прибег. Поспеши сойти и предупреди меня в доме своем. Мне нужен там отдых. Где вера, там почиваю. Где любовь, туда прихожу. Знаю, что ты думаешь делать. Знаю, что все свое имущество думаешь отдать бедным. И прежде всего возвратить в четверо тем, кого ты оклеветал. У таких я с охотой пребываю. И Захей поспешно сошел и пришел в свой дом и принял Иисуса. От полноты радости став, он сказал, не ходя, не сидя, но став, чтобы показать неизменность решения своей души. Став, когда подвязался нераскаянной мыслью, горя духом, он уже знал, где сеет и где будет пожинать, сказал, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. О, чистое исповедание, исходящее от чистого сердца, исповедание непостыдное, предстоящая непостыдность славе Божией, дышащее верой и цветущей правдой. Этой правды да удостоит нас Бог, всех благодачи и человеколюбием, Господа нашего Иисуса Христа, которому слава держава во веки веков. Аминь. Аминь.